Музыка и дружба объединили романтиков и реалистов вместе. В Сальхарде состоялся традиционный осенний фестиваль бардовской песни «Легенды Абдора». Популярные песни Высоцкого, Акуджавы и Цоя эффектно разбавили и ямальские авторы-исполнители, в их числе и наши талантливые земляки. На праздники живого звука и семейного отдыха побывала моя коллега Виктория Головко. Вода в реке, от солнца светится, дрожит подемкою прибой. Мне нужно встретиться, мне нужно встретиться, мне нужно встретиться с тобой. Этого фестиваля ждали участники-исполнители, члены жюри и, конечно, и те, кто поддерживает своим вниманием и аплодисментами выступающих. Вот уже 13-й год подряд в первую субботу сентября в окружной столице проходит большой слет любителей бардовских песен. Праздник гитарной музыки и жизненных текстов объединяет города, сердца и людей вместе. В этом году фестиваль бардовской песни в адрес фестиваля пришло 19 заявок из трех муниципалитетов при Урале, Сальхарт и Лабытнанге. Два больших коллектива из поселка Харп, кстати, к сожалению, сегодня не смогли приехать из-за плохих погодных условий, но они прислали нам видеозапись своего выступления и жюри их уже оценивают. Также с Харпа к нам приехала семья Черная, которые, между прочим, к нам ездят уже очень много лет. Постоянные участники фестиваля «Легенды Абдора» представители харпского клуба бардовской песни «70-е параллель» Александр Дмитриевич Черный с дочерью Ольгой в этот раз радовали друзей и гостей дня известными композициями, как в формате конкурсной программы, так и на открытой творческой площадке. Травы, муравы зелёные, слёзы из глаз солёные, вечные ветры плёсткие, дети становятся взрослыми, дети вырастают, мамы становятся маленькими. Значит, пора самим за себя отвечать. Глаза горят, искрятся. И фестиваль тоже самое. Он открывает новые таланты, он даёт нам развиваться. Новые песни мы тоже учим. Каждый раз мы стараемся где-то обновить репертуар. Ну и очень хороший, добрый фестиваль. Побольше бы таких, чтобы было и почаще. Я люблю и Митяева, и Розенбаума, и Высоцкого. Не могу выделить, но все любимые. Такие фестивали обязательно нужны. Думаю, что нужно как можно больше пропагандировать гитарную и авторскую песню. Стоит отметить, что в рамках фестиваля звучали не только бардовские, но и шуточные, студенческие и лирические песни. Исполнители с удовольствием пели под гитару всем знакомые из современной композиции, вызывая у зрителей целую гамму чувств. Праздник музыки собрал людей различных профессий и возрастов. Я вообще-то в Мужах живу. Приехала к дочке, дочка здесь. Давненько уже. Ой, вообще, я, как это самое, вообще, вообще люблю, когда поют. Сама в молодости в хоре всегда участие принимала. И в школе, и потом работала. И я люблю вот это дело. В этом году местом проведения фестиваля стало живописное озеро Лебяжье, где состоялся большой осенний пикник. Многие в этот день на общий праздник постарались приехать с семьями с детьми. Провести свой досуг увлекательно и разнообразно смог в этот день каждый. Как у вас сегодня настроение? Отличное. Потому что я рада, что я так давно не делала аквагрима. К слову, на Морошковой поляне работали сразу несколько творческих и игровых площадок для детей. Под музыку юные художники создавали свои новые шедевры, но оценители искусства посещали выставки под открытым небом и приобретали сувениры на память. Тем временем у сцены гости и участники наслаждались творческими экспериментами. В номинации автор-исполнитель Вера Смелингени представила свою песню о харпе. В мороз по заранку сходим в горы, там растут и не помидоры, там рябины на просторе кичатся своей красой. Да и корень золотой прячет силы под землей, в лодках мчат по берегатам гости к харповским закатам. Для Веры Валентиновны участие в фестивале всегда важное событие. Это радостная встреча давних друзей, знакомство с новыми. В рамках фестиваля ей представилась возможность подарить свои книги тем, кто дорог, а еще проявить свои искренние чувства через песню. Стихи ко мне приходят, я их не прошу, они сами приходят, но я их перекладываю на музыку. Ну это вроде как песня души, а без души как? Как без песни? Без нее никак нельзя. Все харпаччане в этот раз стали победителями в своих номинациях, Ну а благодарные зрители поздравляли дорогих музыкальных гостей и искренне желали им скорых ярких встреч с любителями емких текстов и душевной музыки. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Виктория Главко, Владимир Николаев, время местное, город Салихард.